На местах продолжается детальное разъяснение нового налогового кодекса. Главный документ, регулирующий фискальную политику, прошел не один этап проработки. К ней были подключены как национальные, так и ведущие зарубежные эксперты. Он прошел общественное обсуждение. Наступило время для практического внедрения кодекса. С 1 января в налоговой системе начали действовать более 120 новых правил. И чтобы каждый налогоплательщик, будь то физическое лицо или юридическое, их правильно применял. Чтобы процесс проходил максимально гладко, каждая организация или ведомство через призму своей профориентации инициирует разъяснительные мероприятия. Мероприятие, посвященное углубленному изучению новой редакции налогового кодекса, руководителями и ответственными работниками кожевинобувной и пушномеховой промышленности, состоялось в Ассоциации УСЧАРМ САНОАТ. Цель – повышение знаний и организации своевременной и полной уплаты налогов. Руководство и сотрудники Ассоциации УСЧАРМ САНОАТ, специалисты Государственного налогового комитета, руководители предприятий Ассоциации, бухгалтеры, экономисты и представители СМИ обсудили одну из самых актуальных на сегодняшний день тему. В ходе семинара было отмечено, что физические и юридические лица будут уплачивать налоги в соответствии с изменениями, которые были внесены в новую редакцию важного документа, вступившего в силу 1 января текущего года. Таким образом, повышена ответственность налоговых органов за излишнее взыскание платежей, введены современные формы налогового контроля с использованием методов, которые уже проверены на практике в зарубежных странах. Также были упрощены процедуры исчисления и уплаты налогов. Разработан механизм поощрения тех предприятий, которые своевременно выплачивают все свои обязательства по налогам, уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, сокращение налоговых проверок, которые сократились с 12 до 9, также были некоторые уменьшения ставок налогов. Речь шла и об изменениях, внесенных в некоторые законы Республики Узбекистан в связи с принятием новой редакции налогового кодекса. Была оказана государственная поддержка, и эта поддержка осталась на том же уровне, и она будет работать до тех сроков, которые оговорены в постановлении президента Республики Узбекистан. Все это способствует развитию нашей отрасли, кожевинобывной в частности. Это будет способствовать не только привлечению новых инвестиций, достижения тех целей, которые были намечены нашими инвестиционной программой, и повышение экспортного потенциала, конечно же, будет это сказываться на работе всех наших предприятий. В конце мероприятия специалисты Государственного налогового комитета в подробностях рассказали о значимости документа и передали руководителям предприятий, входящих в состав ассоциации Узчармс-Ануат, бухгалтерам и представителям СМИ дополнительную информацию о новой редакции налогового кодекса.